Огромной проблемой неопытных дачников является куча растительных остатков после уборки урожая. Куда же все это девать? Жечь за пределами участка? Оставлять в качестве мульчи? Вывозить или отправлять в компост? Я рекомендую иметь на своем участке и бочку для сжигания отходов и обязательно хороший компостер. Ботву от томатов, перцев, баклажанов и картофеля класть в компост не принято. Обычно в августе-сентябре вся ботва уже поражена грибковыми болезнями и вредителями. Но и полить зеленую ботву очень проблематично. Она просто не загорается и приходится ждать, пока она высохнет. Но оказывается, в компост можно класть все растительные остатки без исключения. Во-первых, грибки и вредители питаются только живыми тканями растения, а значит в компостере со временем они сами погибнут из-за дефицита питания. Также важно понимать, что компост будет преть не меньше двух лет, а значит за это время большинство грибковых спор просто погибнет. А в-третьих, компост со свежими растительными остатками обязательно нужно обеззаразить медным купоросом, либо же обработать биологическими препаратами типа фитоспорина или триходормина. Они подсаживают полезные бактерии, которые ускоряют приготовление компоста и убивают все патологические микроорганизмы. Поэтому большинство зелени я всегда отправляю на компостную кучу, но некоторые правила все же соблюдаю. В компост никогда не кладу траву с созревшими семенами, поскольку она может сохранять свою всхожесть несколько лет и при внесении удобрения в почву просто прорастет. Также никогда не кладу ветки малины в компост, так как они очень долго перепревают, гораздо проще их просто сжечь. Кусты баклажанов и томатов обязательно рублю лопатой на мелкие части перед отправкой в компост, а еще после того, как проливаю слои компоста фитоспорином, обязательно притрушиваю двухсантиметровым слоем земли.